Президент России Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета Российской Федерации Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. В заседании в режиме видеоконференц-связи принял участие губернатор Игорь Руденя. Как подчеркнул Владимир Путин, развитие России и ее регионов возможно только вместе с наукой. Именно поэтому на протяжении двух десятилетий последовательно расширялась научная география страны, формировалась передовая исследовательская инфраструктура, укреплялась высшая школа в регионах. В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность. На заседание были подведены итоги мероприятия завершающегося года науки, а также представлены предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы повысить уровень управления в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на всей территории страны. В Тверской области значимым шагом в науке и образовании стало учреждение премии за достижения в области науки и техники коллективом исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам Тверской области. Такое сотрудничество будем, безусловно, поощрять и в будущем, потому что для нашей огромной страны крайне необходимо именно распределенное научное развитие. Мы с вами много раз об этом говорили. Не отдельные точки, узлы, сосредоточенные лишь в некоторых регионах, а настоящее целостное пространство, связывающее всю страну. Как говорил академик Фернадский, своего рода сфера научного поиска, креативных решений, просвещения, поддержки и поощрения талантов передового технического бизнеса. Именно такой подход лежит в основе научно-образовательных центров мирового уровня, в реализации федеральных программ в сфере генетики и сельского хозяйства. Уверен, широкое региональное измерение получат и важнейшие инновационные проекты государственного значения. Они будут направлены на решение задач в области медицины и фармацевтики, а также проблем, связанных с изменением климата и созданием новых источников энергии.